МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в Алтайском крае вновь объявлено штормовое предупреждение. МЧС региона сообщает, что в крае пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. При этом сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха достигнет 30 градусов и выше. Сотрудники МЧС в очередной раз просят жителей соблюдать меры безопасности. Официально так и не открыто. Тураган 23 июня пострадал и городской пляж Барнаула. Ветер за 5 минут разрушил всю зону отдыха. Благо, никто не пострадал. Сейчас пляж официально закрыт, но отдыхающих здесь достаточно. Когда место отдыха восстановят и где в регионе можно загорать и купаться? Ответ узнаете из нашего видеосюжета. Еще в субботу утром пляж на острове Помаскин принимал гостей. Отдохнуть пришли сотни человек. Но уже к вечеру пляж экстренно закрыли. Мощнейший шторм накрыл всю территорию. После субботевого урагана городской пляж превратился в руины. Ветер в буквальном смысле раскидал деревья, шезлонги, тушевые и биотуалеты. Кроме того, вся территория пляжа обесточена. Чтобы восстановить всю инфраструктуру потребуется несколько недель. Пока официально пляж закрыт, здесь нет ни руководства, ни спасателей. Но это не останавливает людей. Они идут и купаются, пренебрегая своей безопасностью. А пренебрегают потому, что мест для купания в городе не так много. А людям хочется купаться и загорать. Лето в Сибири короткое. Покупаться все-таки это отдых, позагорать. Некоторые же не могут, например, на несколько дней уехать на море. Поэтому я считаю, что можно приехать, почему нет. Спасателей-то нет. Ну, мне без разницы. Почему? Ну, потому что я умею плавать. Но похвастаться умением плавать могут не все. Да и это не аргумент, говорят сотрудники МЧС. Ведь официально городской пляж так и не открыли. Водные инспекторы еще не обследовали дно реки и не сделали пробу песка. А следовательно, не дали добро. После урагана сроки открытия вновь сдвинулись. Ураган налетел. И все, что там можно было, все переломало, разрушило. Полноценно к работам приступать сложно. У нас везде же электроинструменты. Точную дату устранения последствий управляющий не назвал. Но уточнил, что к расчистке завалов приступят со дня на день. Кстати, всего в этом году в регионе должно было открыться 59 пляжей. В настоящий момент работает только 43. А в краевой столице один. И тот платный. Так что пока люди купаются, пренебрегая всеми правилами безопасности. Ведь лето в Сибири короткое. Валентина Аскерова, Александр Андропов, Геннадий Лабзин. Наши новости. Барнаульский дендрарий, который пользуется огромной популярностью у горожан, закрыли на целый год. Причина вновь ураган. Половина редких деревьев вырвана с корнем. Какие-то просто поломаны. Ходить по территории сейчас запрещено. Да и пройти нет возможности. Поваленные деревья перегородили все прогулочные тропинки. Большую опасность представляют нависшие деревья. По предварительным оценкам смотрим, что порядка 30-40%, может быть, даже до 50% крупных деревьев пострадали. Порядка 150, может быть, 170 кубометров веток вывезли. Очень много работы. Собственными силами нам, скорее всего, не справиться. Вот, кстати, общая площадь дендрария 10 гектаров. Поэтому пока сложно оценить, насколько серьезный урон нанес ему ураган и сколько ресурсов потребуется для его восстановления. Открытым остается и вопрос, как достать часть деревьев из водоемов. По словам руководителя, для устранения завалов требуются руки волонтеров. Прежнее состояние дендрарии сможет вернуться только через 25-30 лет. Хорош карп, да вот и не наш. Алтайские рыбаки намерены восстановить популяцию рыбы в уникальном озере Уткуль. За последние годы, как утверждают любители подводной охоты, там серьезно сократилась популяция рыбы. А санитаров уникального водоема раков здесь и вовсе давно не встречали. Кроме того, дно заилилось, а берега заросли мусором. Чтобы вернуть озеру первозданный вид, восстановить фауну и дальше заниматься любимым хобби, активисты проводят там субботники и выпускают мальков. На проблему озера Уткуль рыбаки Избийска обратили внимание депутата Госдумы Александра Прокопьева. Срубил дерево, посади 10. Поймал рыбу, выпусти десяток мальков. Такое правило взяли на вооружение любители подводной охоты Избийска. В прошлом году в озеро Уткуль они выпустили 237 килограммов рыбы. Это порядка 1200 мальков, карпа и белого амура. Уже через несколько лет рыба начнет метать икру, и популяция обитателей живописного Алтайского озера пополнится естественным путем. Любители подводной охоты намерены заботиться об озере и дальше, потому что один раз выпустить рыбу в озеро недостаточно. Вопрос зарыбления Уткуля и проблему его экологии и рыбаки-подводники обсудили с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым на личном приеме. На берег приезжаешь, грязь, мусор, рыбы нету. Мы стали запускать, чистить берег, как по мере возможности делаем. Эти плакаты, транспаранты на берегу вывешиваем тоже, как бы люди, чтобы не засоряли. Вот второй год уже этим занимаемся. Активисты клуба Прозак-22 намерены заботиться об озере и дальше. Если проблему с очисткой берегов решить довольно просто своими силами, то с увеличением популяции рыбы все сложнее. Прежде чем выпустить в озеро Мальков, нужно провести экспертизу водоема. Я понимаю, что можно сделать добро и охоту сделать добро природе, но надо делать это с точки зрения закона. Чтобы зарыбить любой водоем, необходимо сначала обратиться, сделать необходимо научное биологическое обоснование. Сколько и какую именно рыбу выпускать в озеро, окончательное решение принимают в Москве. И прежде чем в очередной раз выпустить Мальков в водкуль, необходимо уладить юридические вопросы. Вместе попытаемся сработать, юридически тоже подготовим. Александр Юрьевич тогда и Сипенко с моей стороны, чтобы у нас эта тема в динамике была. Чтобы Мальки хорошо прижились в озере, их выпускают весной или в конце осени. До ноября еще как раз есть время, чтобы провести акцию по зарыблению с соблюдением всех требований закона и под контролем рыбоохраны. На Алтае начали продавать первую ягоду этого лета позже срока и в три дорога. Покупатели немало удивились заметно подросшей цене с прошлого сезона. На рынках объясняют, урожай меньше, цена выше. Так ли это проверила Анастасия Драган. Спелая, в миру сочная, свежая ягода лета 2018-го. Черешня, к ней горожане уже привыкли. Земляника утром еще росла в поле, сейчас разлетается как пирожки. Пол-литра 250 рублей. Самая ходовая клубника, три дня как созрела. На рынке в поселке Южном продавцы демократичны. И в большинстве своем стоимость ягод оставили на уровне прошлого года. В среднем по краю цена выросла клубники. На треть вот такой стакан сейчас стоит 150 рублей. Жимолость практически так же. На Южном за этот же стакан жимолости вы отдадите те же 150 рублей. В Бийске для сравнения он обойдется в 250 рублей. Люди возмущаются, но покупают. Все спешат попробовать вкус лета. Ну, 100 рублей продавали в то время, в те годы. Ураган всю ягоду попортил. Попортил? Да. Все попортил, все попереломал, жимолость, все кусты пооблетели. У Галины на даче только клубники – три сотки. О потере и ущербе для кармана, говорит, не без оснований. Но волнуются уже и те, кто выращивает для себя. Вишня и яблоня побиты штормом, у сливы плодов вообще не будет. У Людмилы Подоляк большой огород, но с таким летом, переживая садовод, ягода может даже не вызреть. Виктория уже должна поспевать во все, а она так. Мы сорвали всего ягодки двиней. Малина тоже уже должна более-менее немножко поспевать, она тоже еще нет. Все запоздало. По словам экспертов, опоздание сроков – не самый большой урон. А вот зной, что стоит в крае вторую неделю, скорее всего, нанесет больше вред. Жара, высокая температура. Компенсировать надо излишним поливом, который растения не все благоприятно выносят. То есть снижение урожайности, к примеру, по землянике, по малине. Кроме того, уже озвучивают прогнозы, что осень наступит нынче на две недели раньше. И пока на снижение цен на летние плоды ничего не намекает. Так что всем любителям ягод и фруктов придется выбирать деньги или вкус лета. Анастасия Дорогана, Дрей Печоркин. Наши новости. Сегодня двойной праздник у бойцов студотрядов. День молодежи и открытие городской студенческой стройки. В этом году на добровольных началах в городе и пригороде будут трудиться более 200 человек. Как начался третий трудовой семестр «Романтика в бойцовках», расскажет Ирина Корчагина. Они находят романтику в укладке асфальта, готовы работать с 8 утра и петь об этом под гитару. Десять студенческих отрядов на низком старте. Их ждет озеленение Барнаула и пригорода, работа на Бавровском лесокомбинате, стройках. Здесь мы развиваемся с разных сторон и раскрываемся, и жизнь бурлит, кипит, течет. В общем, здесь очень круто. Этого человека знает каждый уважающий себя боец. Михаил Киселев – главный руководитель российских студенческих отрядов. Он специально приехал на встречу из Москвы. Тяжелая травма спинного мозга приковала мужчину к инвалидной коляске. Но свое дело он не бросил. Теперь с гордостью рассказывает о нем своему сыну. Это строго папы, это делала твоя мама. Здесь мы делали то, сделали мы это. И это важно, что вы будете здесь у себя дома. Отряд Владимира Капустина становился лучшим на всероссийской студенческой стройке. Его команда знает, что значит любовь и ненависть работодателя. Чуть ли не до потери сознания, мы все время спорили, добивали свои правды. Ходили, мерили линейкой ведра, рассчитывали объемы лопаты. А под концу сезона, когда мы уезжали, он нас пришел провожать, и он наш плакал. Более 200 бойцов выйдут на работу 2 июля. По итогам трудовой смены определяют лучший отряд, который не боится работы и сложностей. Стройотрядовской семье вручат знамя и сертификат на бойцовские нужды. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости. Сегодня профессиональный праздник отмечают любители крючка и удочки. Всемирный день рыболовства. А накануне наш корреспондент решил впервые в жизни сходить на рыбалку и для этого обратился за помощью к профессионалу. В итоге узнал, чем профессионалы отличаются от любителей, где в окраинах Барнаула можно неплохо порыбачить, а также о некоторых секретах рыбной ловли. Ну что ж, смотрим материал. Ну и Лика Четкова, конечно же. Константин Тинин взял удочку в руки в возрасте 9 лет. С тех пор, что называется, заболел этим навсегда. В зрелом возрасте увлекся рыбалкой спортивной. Сейчас мастер спорта. Но, говорит, дело не в медалях, не в кубках. Соревнования учат простой истине. Рыба есть везде и всегда. Главное – настойчивость и внимание к деталям. Когда вот спортсмены едут рыбачить, для них дело принципа, когда давление высокое поймать. Или ветер не тот, или еще там что. Сначала Константин повез нас в свое любимое место в Обских Заводях, но оно оказалось затопленным. Тогда решает отвезти новичков на протоку рядом с Затоном. Правда, отдыхающий жалуется, не клюет. Но взгляд профессионала примечает затопленный куст. Зачастую именно в таких местах ждет рыба самого разного калибра. Константин решает, забрасывать будем туда, но сначала рыбу надо прикормить. Ну вот для первого прикорма, я думаю, достаточно. Скажу честно, это первая рыбалка в моей жизни. То, что для бывалых азбучная истина, для такого чайника, как я, в новинку. От подбора снастей до наживки. А парыша, например, надо крепко взять за узкую часть. Он замер, и все, и прям в самый уголочек продеваем насквозь. Тут главное себя тоже вместе с ним не надеть. Да, прекрасно. К изумлению других рыбаков, спустя считанные минуты, Константин начал вываживать одну за другой серебристых юрких рыбешек. Говорит, для хорошей рыбалки даже городскому жителю не надо далеко ходить. От города на расстоянии 7 минут езды, да, от речного вокзала, здесь мы спокойно можем половить уклею, чебака. Когда будет интересовать гастрономический размер, мы поедем прям на опь непосредственно. Она в трех минутах от города, и мы будем ловить там леща, судака. А вот и моя золотая, точнее серебряная рыбка попалась на крючок. Не поверите, но это первая в моей жизни пойманная рыба. Маленькая, но своя. Уклея, да? Уклейка. Уклейка. Рыбка, пояснили мне, отлично пойдет на бульон для ухи. Но выпускаем, ведь главное для нас сегодня получить максимум удовольствия. Константин говорит, секрет хорошей рыбалки прост. Не надо гнаться за количеством добычи, а наслаждаться процессом. И лучше делать это не на несколько, как многие, а на одну единственную удочку. Если вы рыбачите на одну удочку, вы никогда не просмотрите поклевку. Никогда не просмотрите, как птицы летают над вашими головами. И в результате вечером вы будете настолько довольны своим проведенным днем, и в том, что дома от вас будут только положительные флюиды. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Александр Ерохин, скорее всего, не сыграет в одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу. Барнаулец пропустил очередную тренировку сборной России, как написал официальный твиттер отечественной команды. У Александра незначительные проблемы со стопой. Об этом и не только прямо сейчас расскажет наш спортивный обозреватель, сам поклонник здорового образа жизни Станислав Сергеев. Спасибо, Кирилл. Вот и приближается Мудиаль к своему экватору. Команда играет заключительные матчи группового этапа. Ерохина на горизонте, увы, по-прежнему не наблюдаем. Скорее всего, наш с вами земляк пребывает не в самой оптимальной физической форме. Как мы помним, незадолго до старта турнира он получил травму. Вроде бы восстановился вот только даже в рядовом матче с Уругваем. Ерохин на газоне Самара-арены так и не появился. Вдобавок, информация о новой травме говорит о том, что, возможно, болельщики с Алтая не увидят полузащитника и в матче против Испании. Крайний раз представитель Алтая защищал цвета сборной страны 16 лет назад. Случилось это событие также на чемпионате мира в Южной Корее и Японии. А был этим человеком Алексей Смертин. Идем дальше от международных событий к региональным. Центральный стадион края преобразился. Речь идет о территории вокруг самой чаши. Долгое время там был торговый рынок. Теперь там рынка нет. Вместо этого пустота, прям как старые добрые времена. Сотрудники арены убрали все ларьки и спилили практически все деревья. Помимо этого вывезли несколько грузовиков хлама, которые оставили после себя торговцы. Впрочем, по нашей информации, возможно, в скором времени все же на тех же местах появятся те же ларьки. Правда, уже современные. На этом у меня все. В заключении предлагаю еще раз всем вместе пожелать Александру Ирохину поскорее восстановиться от травм. Будем надеяться и верить, что шанс показать себя Станислав Щельчесов ему все же предоставит. Я желаю вам всего самого лучшего. Цените и наслаждайтесь каждым моментом. Передаю слово вновь Кириллу. Спасибо, Станислав. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края дожди и грозы. В Алийске и Кулунде – 26 выше 0, 27 в Белокуре, Хибийске и Рубцовске. В Барнауле возможны дожди и гроза. Северо-западный порывистый ветер. Ночью до плюс 15, днем 25 со знаком «плюс». Телефон на редакции в Барнауле – 722-440. А у меня все новости на сегодня. До встречи. Александр Калашников воевал на западном и степном фронтах. В 43-м году старший лейтенант в числе первых высадился со своей ротой на правый берег Днепра. И в бою за Плацдарм личным примером вдохновлял солдат. К исходу дня рота командира углубилась в расположение противника на 6 километров. На следующий день его бойцы первыми ворвались в село, которое фашисты хотели превратить в крупный очаг сопротивления. Отбив деревню, рота Калашникова уничтожила 200 немецких солдат. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но получить его командир не успел. В одном из боев за Днепр пропал без вести.